холмы россии при упоминании этого культурно выражаясь бренда сердца поклонников роли рейдов начинают биться учащенно холмы всегда интересно увлекательно незабываемо а еще это особая душевная атмосфера единения участников и зрителей надо ли объяснять то нетерпение с которым ожидался этап кубка страны баха холмы россии запланированные на просторах теренгульского района ульяновской области административные проверки медицина и техкомиссия проведенный по всем правилам и с учетом необходимых рекомендаций настраивали авто и мотогонщиков на старт первого спецучастка длиной всего-то в пять километров вроде каждый в пределах видимости но когда трассу готовит истинные зубры ралли рейдов жди подвоха да тут еще и полевая завеса путала карты и маршрут отдельно взятых представителей славного гоночного сообщества но в массе своей 25 экипажей кубковой иерархии и 37 участников параллельного этапа чемпионата ульяновской области включая дерзновенных дебютантов с этим коварным отрезком справились ну как не страшно нет вообще не страшно очень короткая дистанция понравилась очень интересная впечатляющая хотелось больше но ошибаться не довелось нигде нет нет видимо с перепугом лучший результат 3 минуты 26 секунд секунда в секунду показали сразу два экипажа зачетной группы n2 стартовавшие первыми игорь чагин иван безденежных и машина под номером 207 раис миниханов дмитрий карпов третье время и лучшая в зачетной группе r 3 минуты 47 секунд у представителей команды газ рейд спорт александра семенова и олега нежного всего две секунды уступили им андрей сушенцов и александр щанов на митсубиси l200 и те же две секунды отделили их от бравых бойцов уазовской гвардии михаила кутинова и максима плюхина на уаз пикап высочайшая плотность результатов в разы увеличила цену малейших помарок и неточность второй экипаж команды уаз спорт вадим новиков дмитрий рыбин возглавил классификацию зачета n 3 минуты 58 секунд след за ними него никита юрковского вадима алексеева 4 минуты 5 секунд вот так вот прямо ездить да отлично прекрасно у меня просто штурман и ведет прямой трансляции в инстаграм сразу это супер мега крутизна я понимаю ноу-хау я приходится мне ехать вот с легендой здесь самому штурман едет снимает все и всего-то в трех секундах отставания уаз пикап дениса назаркина андрея никифорова но и как не отметить прямо-таки бомбический проезд восьмерки команды птимаш дмитрия и сергея переверзи в их четыре минуты и две секунды опережая полный привод и турбированные кибитки зажгли так зажгли сначала бодренько веселая в барабану нормальная у серёги до сих пор руки не но темпы вроде задавали все как в порядке вещей или нормально не было мне понравилось пыль не глотали от впереди ведущих видели пыли ехали нормально как положено вечерний брифинг участников вместо обмена необходимой информации для второго самого дистанционно насыщенного соревновательного дня осилил три по сто выполнил норму холмов примерно такой формулировкой можно обрисовать соревновательный маршрут трех повторяющихся спецучастков основной программы соревнований но какими же непростыми они в итоге оказались и какая отчаянная борьба с непредсказуемой развязкой развернулась на трассе владислав маликов и станислав кудинов первыми попали на маршрутной ловушки организаторов но быстро сориентировались и промчали второй спецучасток с лучшим временем среди всех стартовавших час 13 минут и 20 секунд второе время несколько неожиданно показал экипаж под номером 215 сергей бабкин егор охотников час 14 0 1 и с учетом запаса первого дня расположился вплотную за лидерами допа ну как тебе в освоении нового жанра раис миниханов и дмитрий карпов уступили 4 секунды и этот показатель вывел их на чистую первую промежуточную позицию потому что игорь чагин и иван безденежных отстали на порядочные 3 минуты смена лидера произошла и в группе r уверенный прокат с результатом час 18 минут и 4 секунды вывел на вершину протокола андрея сушенцова александра щанова ну пока у вас все складывается вроде бы неплохо александр семенов и олег нежнов проиграли две минуты 32 секунды а михаил кутинов и максим плюхин преследуя самый быстрый маверик также пунктуально скопировали их ошибку а такие прогулки без серьезных потерь времени не обходятся как-то промах такой эпичный получился не на самом деле был очень эпичный прыжок вот и понятно что было надо налево ну как бы мы решили что мы широко и красиво поэтому сначала в русле модных тенденций и зачетная группа n показав лучший результат час 29 минут 35 секунд пальму перенства перехватили роман митин и сергей ильинов на ниве 21 213 а на второе место решительно замахнулся экипажа виктора толстого и сергея шустрова на у вас патриот час 31 минута 52 секунды оставив на третьем лидеров первого дня вадима новикова и дмитрия рыбина денис назаркин а андрей никифоров с трамплина уверенно покатили прямо и надолго скрылись с радаров но потом все-таки затяжным методом проб и ошибок выбрали верный фарват вот скажите как долго вы искали правильную дорогу как звезда на небе указалось мы сразу понял что едем не туда решили что нам все-таки звезда должна быть спинного солнца в лесу развернулись и поехали искать правильный маршрут но что бывает и учтем ошибки и сейчас вы должны поехать призвее у нас еще проблема помимо ладного этого потерянного маршрут у нас как бы кушать масло и в одном месте порвали так что вот большую часть чтена мы ехали только на переднем приводе метановая нива александра орлова и дениса калинина двигалась в размеренном режиме и столь же обстоятельно удалилась в неоглядной дали теренгульских просторов возвращение пришлось основательно подождать видим штурмана изучающего легенду и так как там было то с трамплиночок по старинке по старой доброй памяти как ты была сквозил добрых хотели покрасивее на самом деле просто учусь а какие страсти разыгрались в классификации чемпионата ульяновской области в зачете рейдмона продолжали задавать темп дмитрий и сергей переверзивый да и как тут расслабишься когда соперники давят вовсю прыть что наглядно продемонстрировали влад витяев дмитрий мелокумов резвый заход на трамплин увенчали самым дальним и эффектным прыжком дня а вот потом заметались сомнения по поводу верного курса вернули к точке приземления и все же сомнительная перспектива манила как магнитом и они решительно повернули не туда а а затем проблемы электроники спровоцировали досадный сход виктор никипелов и александр сидорчук несмотря на неопытность штурмана могли рассчитывать на многое но им откровенно не повезло все предвещало предвещала победа ну вот случайность парни казанские первый раз приехали как бы ездить еще не на училище следует и в результате в результате правой почины вся стойко загнулась ну и черт удача были для финиша поэтому учениц в следующий раз получится артем глазков и виталий косин также с превеликими трудностями достигли финиша но оптимизма пока не теряли демпфер срезал искра пропал и ехать перестаривали вот толкай ученились кое-как поехали тянули а что будете делать сейчас я все сделал поедем дальше надеюсь рейды потерь помимо так неудачно заплутавших алмаза ямалиева и алексея соловьева техническими сходами пополнились сергей разенков даниил двигубский михаил желонкин ярослав кравченко и сергей комаров евгений валаев но больше всех заставил поволноваться лидер мото зачета евгений тихонов неудачное падение за 900 метров до финиша обернулась крайне неприятными последствиями и хорошо на помощь подоспел болельщик александр честь ему и хвала от лица всех холмов россии а на второй позиции зачета рейд спорт моно обосновался экипаж павла ефремова вячеслава кириллова с третьим временем финишировали виктор чеботарев и ирина добрышина так виктор как тебе удается не плутать илья комардину и максиму панову пока не удавалось замахнуться на призовые места но и дистанция впереди предстояло прилично и в боевом строю оставалась уважаемая классика максима трофимова ксении щедривой вы достаточно удачные ехали то есть я смотрю даже не мазали тех местах где мазали многие другие как это удалось а не знаю по первый раз новичкам везет управлять направлять точнее с легендой не проблема нет ну конечно пару раз там пришлось остановиться ориентироваться ну давай удачи спасибо вам сервисный парк бурлил эмоциями свежих впечатлений и оперативной работой механиков оживляющих и восстанавливающих кондиции гоночной техники и снова на стартовой позиции к новым спортивным свершениям покорять трассы холмов России а чтобы пилоты и штурманы получили полный комплекс релаксирующих процедур ульяновская природа одарила их широким спектром атмосферных изменений от жары с пылью до дождей с грязью гоняй не хочу в битве за абсолют становилось все горячее владислав маликов и станислав кудинов уверенным выигрышем третьего допа возглавили зачет n2 сергей бабкин его охотников фиксирует второе время но всего на секунду быстрее раиса миниханова и дмитрия карпова андрей сушенцов александр щанов рубятся с александром семеновым и олегом нежновым за победу в группе r и опережают конкурентов на 12 секунд но до развязки еще рановато михаил кутинов и максим плюхин уступает соперникам в динамике но создают прочную базу для закрепления на третьей призовой позиции в группе n пошли на штурм никита юрковский вадим алексеев час 29.01 первое время вадим новиков дмитрий рыбин уступили им две минуты 45 секунд а это уже показалось симптоматичным третьими завершают роман митин и сергей линов лишь на 8 секунд быстрее виктора толстого и сергея шустрова и только перенство дмитрия и сергея переверзивых в моноприводе выглядела островком стабильности в бушующем море перемен завершающий грязевой доп основательно перевернул табель о рангах владислав маликов и станислав кудинов растеряли все свое преимущество вылетев за пределы кубковой тройки но без призов чемпионате ульяновской области не остались а вот как раз третьего времени на спецучастке хватило сергею бабкину и егору охотникову для победы в гонке с преимуществом в 47 секунд над Раисом Минихановым и Дмитрием Карповым лучшее время на допе закрепило третью призовую позицию Игоря Чагина Ивана Безденежных Александр Семенов и Олег Нежнов атаковали до последних метров и финишировали с лучшим временем в группе Р но Андрей Сушенцов и Александр Щанов держали ситуацию под контролем и завершили гонку итоговой победой с преимуществом в минуту и 26 секунд третье время у Сергея Соболева и Дмитрия Охотникова так много потерявших на замене колес на третьем спецучастке Михаилу Кутинову и Максиму Плюхину пришлось понервничать с заменой колеса и оказать помощь кибитке Константина Маковеева Марата Негмедзянова но набранного запаса хватило для третьего места в гонке Роман Митин и Сергей Ильинов мощно прокатили четвертый доп и заслуженно праздновали победу в группе Н Второй результат у Вадима Новикова и Дмитрия Рыбина А вот обладатель третьего места выявился в последний момент Вырванный кулак оставляет на обочине Ниву Никиты Юрковского Вадима Алексеева Виктор Толстов и Сергей Шустров подвисли из-за проблем топливного голодания И ровный проезд выводит на заветную призовую строку Дениса Назаркина и Андрея Никифорова Дмитрий и Сергей Переверзевы на мажорной ноте завершили итоговый спецучасток Эти холмы стали их подлинным бенефисом Второе место в напряженном споре добывают Илья Камардин и Максим Панов А на третье энергичным финишем врываются Павел Ефремов и Вячеслав Кириллов Зачет эндуро квадроциклов выиграл Александр Гелемов А кросс-кантри 450 Дмитрий Мазанов Уютный актовый зал Теренгульского дворца культуры Стал местом проведения торжественной процедуры награждения Лауреатов гонки Баха холмы России Дай Бог, чтобы они еще 15 раз по столько же, а то и побольше показывали А мы постараемся приезжать и ездить, здорово, спасибо, всем, по-моему, улыбка Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok